Так выглядят ночные гости Достоевского. Это триптихработ Всеволода Суслова из города Новокузнецка. Сейчас мы находимся на межрегиональной молодежной выставке «Азарт-Сибирь-2019». И сегодня мы попробуем разобраться, что же такое современное искусство. Самый лучший способ разобраться в современном искусстве – это встретиться с их авторами. И сегодня мы поговорим с тремя молодыми художниками, которые расскажут, был ли какой-то скрытый смысл в их работах. Почему, Иван, Вы решили изобразить конверты? Что это значит? Есть ли в этом скрытый какой-то смысл? Есть вообще тема очень такая историческая. Это в 1942 году Монголия помогала нам посылками, вещами, теплыми вещами во время Великой Отечественной войны. Картина про деревенский быт. Была вообще проблема о том, что деревни вымирают. Почему и называется это «Почти забытый мир». В этой части это как бы, ну, кто-то, не знаю, люди, которые смотрят, называют какие-то рождения, типа так сорождается. На самом деле это скорее перерождение. И во что оно перерождается? Ну, из поганого либерала в прекрасного коммуниста, например. Вот как-то так. Азарт проводит уже 13 лет, поэтому сегодня не осталось участников, которые выставлялись в первый год проведения биеннале. Вообще здесь представлено творчество авторов от 18 до 35 лет. Среди них есть также студенты профильных колледжей и университетов. Я бы не сказал, что экспозиция этого года значительно превосходит экспозицию прошлого проекта по качеству, по содержанию самих работ. Но по тому, как это секспонировано, по тому, как это подано, безусловно, наша экспозиция не идет ни в какое сравнение со всеми прошлыми. Очень часто на выставки попадаются работы, непонятные неподготовленному зрителю. Вот, например, работы из серии «Толпани» так и называются. А вот здесь работа, которая называется «Барнаул вне времени и пространства». Давайте попробуем заставить наших художников угадать, как их коллеги называют свои работы. У вас есть предположение, как может называться вот этот экспонат? Ну, я смотрю, что очень много здесь тематика голубиной. Может быть, это как голубиный инстаграм. На самом деле, вы близки от истины. Это инстаграм обычного голубя. Ну, как назвал, не знаю. Я вижу здесь какие-то либо вороны, либо чумные доктора вот эти, которые с клювами ходили. Тут как будто нарисовано одно, а с названием он выдумал совсем другое, которое как бы не быстрое такое, то есть не очевидное. Картина называется «Нелетная погода». Всего на выставке «Азарт. Сибирь» представлено более 600 работ. Это графика, живопись, графический дизайн и скульптура. Участвуют в этом году более 200 молодых авторов. Их конкурсные произведения разместились в трех выставочных залах. И если я скажу, что Барнаул на целый месяц стал столицей современного сибирского искусства, это будет чистой правдой. Дорида Миллер, Андрей Печоркин. Наши новости. Дорида Миллер, Андрей Печоркин. Продолжение следует... Продолжение следует...